И вновь время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Туристическая полиция появилась в Туркестанской области. В новое подразделение вошли 10 сотрудников. Две группы будут нести службу на территории мавзолея Ахмеда-Исауи и мавзолея Арстан Баб. Следить за порядком и оказывать консультативную помощь туристам. Отряд полностью укомплектован электромобилями и средствами связи. Цель создания туристской полиции – пресечение правонарушений и оказание помощи туристам. К примеру, если гость потеряет ценную вещь, то наши сотрудники готовы помочь ему в поисках. В будущем мы планируем отправить отряд на повышение квалификации, чтобы они продолжили учить иностранные языки. А казахстанских спасателей предлагают оснастить экзоскелетами, роботизированными костюмами. Проекты молодых разработчиков были представлены на ежегодном IT-форуме «Жастар Тайм» в Усть-Каменогорске. Школьники и студенты смотрят далеко вперед и уверены, в будущем сельхозтехника превратится в беспилотные автономные устройства, а при школах будут функционировать умные теплицы. С работами юных изобретателей региона познакомилась Анелья Синбердина. Областной IT-форум в Усть-Каменогорске проводится уже седьмой год подряд. В этот раз масштабное событие собрало больше двухсот участников. Ребята представили на соцзрителей около ста проектов. Дельдар Нурсултан из Семея сегодня в особой экипировке. Это прототип будущего экзоскелета. Он может облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями и применяться для спасения пострадавших при различных ЧУЭС. Вот бывает, когда при пожаре обвал дома или такое подобное. Тогда мой экзоскелет помогает пожарникам заменить место 10 человек. Один экзоскелет помогает заменить этих 10 человек. И убирает все эти препятствия с легкостью, без проблем. Саэтбек Мирамбеков и Заягоза вместе с друзьями тоже представляют на выставке свое детище – гусеничный вездеход. Таким можно оснастить любой трактор или комбайн. Помимо ходовых характеристик, разработка превращает технику в беспилотник. Еще и вместо дистоплива ребята используют электромоторы на солнечных батареях. Пока это прототип нашего гусеничного вездехода. В реальности он будет 2,5 метра в высоту. Причем проехать может и по полям, и по горам, да и по воде. Он может тянуть тяжелые грузы и применяться на пассивной – уборке урожая. Показали школьники, и как можно разнообразить уроки физики. Данил и Станислав из Глубокого сами разработали наглядные пособия. Первоклассник Азису Валихан из Усть-Каменогорска вместе с другом создал популярную игрушку «Автомат». Эльдар Рахимбаев же сделал экскаватор. Объединяют изобретения гидравлические насосы. Интересуются ребятой космическими технологиями. Одни ищут источники энергии для ракет, другие предлагают добывать на Луне гели-3 для термоядерных установок. Роботов на выставке представлено тоже огромное количество. Есть среди них художники, танцоры, поводыри. Другие могут работать под землей или под водой. И все они применимы на практике. Это площадка для молодежи, где они могут показать свои наработки, разработки, продемонстрировать, чтобы в будущем это можно применить. Для сельского хозяйства, для инженерии. Ну, то есть здесь, ну, вообще очень обширная сегодня выставка. То есть здесь каждый может в любой отрасли найти что-то для себя. Руководство региона намерено использовать потенциал молодежи. Самые интересные проекты будут воплощены в жизнь. А пока зрители тестируют имеющиеся технологии. Экран с дополненной реальностью, голограммы с 3D-объектами, в зоне научных развлечений гости полистали инновационные 3D-книги и пообщались с роботом-гидом. Всего выставку посетило больше 5000 человек. Анна Лисенберзина, Руслан Мухаммедьяров, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Шесть многодетных семей в Акмолинской области получили ключи от заветных квартир. Деньги на покупку жилья собирали все жители региона. В области реализуется благотворительный проект, в рамках которого организаторы планируют до конца года приобрести еще пять квартир. Марина Золотарева подробнее. Маулингуль Тарбак – мать семерых детей. Пять лет назад женщина стала вдовой и все это время была вынуждена снимать квартиры. Наконец-то теперь у меня есть свое собственное жилье. Я очень благодарна мечети, благотворительному фонду и всем жителям Кукшитау. В шести семьях, которые получили квартиры от меценатов, насчитывается 33 ребенка. На благотворительность жертвуют не только предприниматели. Средства на приобретение жилплощади многодетным собирают даже студенты и пенсионеры. Можно привести пример. При первой квартире мы выявили, сделали мониторинг и выявили, что один из студентов Кукшитауских УЗов постоянно, еженедельно приносил и сдавал по 2000 тенге. И при подаче квартиры мы его поблагодарили и вручили благодарственное письмо. В благотворительных акциях участвуют и творческие люди города. Например, Кукшитауский певец организовал концерт, а вырученные 500 тысяч тенге перевел на счет фонда. Также к сбору денег подключились и предприниматели. По области эта акция продолжается. То есть в городе Макинск был выдан один дом многодетной семьи и в районе Брежансал. На сегодняшний день на этот акция работает город Степногорск. Вообще в будущем мы хотим полностью во всех районах эту работу усилить. То есть большое участие принимают в этом акции наши бизнесмены. То есть есть такие бизнесмены, которые на эту акцию внесли до миллиона тенге. Выделением квартир занимается специальная комиссия, которая изучает финансовое положение нуждающихся в жилье. К слову, в Акмолинской области ждут собственные квадратные метры более 800 многодетных семей. Марина Золотарева, Дамир Берикулы, Анатолий Полянный, Кокшетау, Хабар, 24. Кзлардинские полицейские провели благотворительную акцию в доме престарелых для более чем 130. Постояльцев была организована концертная программа. Дедушкам и бабушкам вручили подарки и угощали домашними блюдами. Таким образом, стражи правопорядка хотят привлечь внимание горожан к проблемам одиноких пожилых людей. Я была мастером на швейной и трикотажной фабрике. До болезни работала в швейном ателье. И сейчас без дела не сижу. Сегодняшний концерт стал украшением наших серых будней. Артисты Казлардинской филармонии подарили нам много приятных моментов. С подобным концертом в Дом Милосердия мы приходим раз в год. Акция стала уже традиционной. Главная цель – оказать пожилым постояльцам Дома Милосердия людям с ограниченными физическими возможностями, психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации. Одно из старейших изданий страны Егемен Казахстан отмечает в этом году 100-летний юбилей. В честь знаменательной даты в Национальном музее открылась выставка «Жизжилдахжалнама». На ней гости и жители столицы смогут ознакомиться с работами известных отечественных публицистов, общественных деятелей, оставивших свой вклад в истории газеты. Напомню, первый выпуск вышел в свет в Оренбурге 17 декабря 1919 года. Тогда на главной странице пестрило название «Ошхон». Затем газету неоднократно переименовывали и уже на заре 90-х издание получило свое нынешнее название «Егемен Казахстан». Верная своим принципам, она всегда оставалась главным общественно-политическим и самым влиятельным изданием казахоязычной прессы. На выставке люди смогут увидеть издания нашей газеты в разные годы, посмотреть, как они менялись за последние сто лет, а также познакомиться с работами известных казахстанцев, которые в прошлом руководили газетой «Егемен Казахстан». Среди них Сакин Сейфуллин, Мухтар Ауэзов, Турар Рыскулов. Здесь показано много архивного материала, поскольку каждый выпуск газеты «Егемен Казахстан» отражает историю нашей страны в прошедшем столетии. Сирийские ПВО отразили воздушную атаку со стороны голландских высот. Цели были поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями столицы Дамаска. По сообщениям местных СМИ, за ударами стоит Израиль, военные которого регулярно бомбят склады с оружием, объясняя это нежеланием попадания автоматов, гранат в руки боевиков. Отмечу, принадлежавшие Сирии голланды были захвачены Израилем и в одностороннем порядке провозглашены территории еврейского государства. Официальный Дамаск продолжает считать этот регион своим. Тем временем Венесуэлу снова охватил топливный кризис. Водители часами стоят в очередях на заправку, при этом зачастую попав на конец колонки, они узнают, что весь бензин уже продан. С этой проблемой жители этой латиноамериканской страны в последние годы сталкиваются регулярно. Объем нефтедобычи в республике падает из-за недостатка инвестиций. Из-за этого заводам не хватает сырья и приходится импортировать горючее, преимущественно из США. Но поставки топлива сократились в силу американских санкций. При этом за счет госдотации бензин в Венесуэле остается самым дешевым в мире и в приграничных городах его еще и вывозят за рубеж контрабандой. Необычный проект запустила администрация больницы в городке Сан-Гонсало бразильского штата Рио-де-Жанейро. Теперь почтить память близких, которые пожертвовали свои органы для трансплантации другим больным, можно сразу на территории клиники. В чем суть и какова цель благотворительной программы, расскажет Анна Орлова. Помочь родственникам пережить утрату близкого любым способом. Необычный проект запустила администрация одной из бразильских больниц. Теперь в память об умершем человеке здесь можно посадить живое растение. В качестве символа решили выбрать саженцы жасмина. Эта инициатива появилась абсолютно спонтанно. Психолог больницы посоветовал организовать такой сад еще в 2014 году. Руководство эту идею сразу поддержало, как и родственники тех, чьи органы пересадили другим больным. Но реализовать ее получилось только сейчас. Для согласования парков на территории больницы ее руководству потребовалось несколько лет. Многочисленные письма не только от сотрудников, но и обычных людей отправляли в городскую мэрию. По словам администрации больницы, этот сад в большей степени стал не просто уникальным, но и образовательным проектом. Сегодня там высажено уже более 150 растений. Как рассказывают сами родственники, потерпевшие утрату, церемония посадки жасмина помогает им принять потерю родного человека. Под импровизированный парк администрация выделила площадку на территории больницы. Кроме самих родственников, за жасмином ухаживают и специально обученный персонал, которые становятся не просто садовниками, но и психологами, способными помочь в нужный момент. Анна Орлова и Эрберт Рейс специально для Хабар-24, Бразилия. Французский инженер Жак Орте презентовал в Брюсселе книгу комиксов «Приключения Жака и Билла в Казахстане. Сокровище Чингисхана». На встрече с послом нашей страны в Бельгии и Люксембурге Айгуль Куспан автор рассказал об истории создания произведения и о своих творческих планах на будущее. В основе сюжета комиксов «Приключения фотографа Жака и его говорящей птицы Билл» в нашей стране. Вместе с гидом Динарой они находят таинственную рукопись 13 века и пускаются на поиски сокровищ Чингисхана. В прошлом году книга была издана на родине комиксов в Бельгии, а также во Франции, Швейцарии и Канаде. В Казахстане тираж вышел на русском и французском. В планах автора перевести свой труд на казахский и английский языки. «Приключенческие истории всегда были моей страстью. Это стало отправной точкой для создания этой книги. Я прожил 4 года в Казахстане, который я очень полюбил. В вашей кочевнической истории есть что-то сказочное и живое, и, конечно, я не мог не рассказать о гостеприимности казахстанцев. История книги и ее персонажи полностью вымышлены, и любые сходства с реальностью — это лишь совпадение. В книге есть женский персонаж. Я очень хотел, чтобы эта героиня получилась очаровательной и умной, как и все казахские женщины. Многие мои знакомые, прочитав книгу, хотят поехать в Казахстан. А почему бы и нет? Это точно то место, которое стоит посетить. И в завершении зоопарк, расположенный недалеко от чилийского Сантьяго, представил публике недавнее пополнение детеныша-жирафа. Девочка по имени Хема появилась на свет месяц назад и уже весит 120 килограммов. А рост у нее — 1 метр 70 сантиметров. Посетители, впрочем, не считают, что это много, даже те, кто сам ниже малышки. Жираф — самое высокое животное на планете. Взрослые самки вырастают до 5,5 метров. А весить могут тонну. В 2016-м популяция этих зверей в дикой природе составляла менее 100 тысяч особей. Сейчас же они занесены в Красную книгу. К этой минуте все. Хорошего вам дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова